Людмила Улицкая. «Медея и ее дети». Читает для вас Артем Назаров. Глава третья. Медея всегда вставала очень рано, но в это утро прежде всех поднялся Артем. Солнце еще не рассиялось, утро было бледноватое, все в блестящей дымке, прохладное. Через несколько минут, разбуженный медным брецанием, вышел Георгий. Позже всех на этот раз поднялась Медея. Медея, человек вообще молчаливый, по утрам была особенно несловоохотлива. Все это знали и вопросами ее донимали по вечерам. И в этот раз, кивнув, она прошла к уборной, а оттуда на кухню, разжечь кирогаз. Воды в доме не оказалось, и она вынесла пустое ведро и поставила его к ногам Георгия. Это был один из обычаев дома. После захода солнца не ходить к колодцу. Из уважения к Медеи и этот, и другие необъяснимые законы всеми жильцами строго соблюдались. Впрочем, чем закон необъяснимей, тем и убедительней. Георгий спустился к колодцу. Это был глубокий каменный резервуар, сложенный татарами в конце прошлого века. В этом наливном колодце хранилась привозная драгоценная вода. Сейчас она стояла низко, и Георгий, достав ведро, долго ее рассматривал. Вода была мутной и даже на глаз жесткой. Для него, родившегося в Средней Азии, крымское безводие было не в диковинку. «Надо будет артезианскую скважину пробить», — подумал он уже во второй раз со вчерашнего дня, поднимаясь к дому по неудобной лестнице тропки, как будто приноравленной к шагу женщины, несущей на голове кувшин. Медея поставила чайник, и, метя подолом выцветшей черной юбки по глинобитному полу кухни, вышла. Георгий сел на лавку, разглядывая ровные пучки трав, свисающие с потолочной балки. Татарская медная утварь стояла на высоких полках, а по углам громоздились друг на друга огромные казаны. Медный кунган венчал пирамиду. Вся эта утварь была грубее и проще узбекской, родственной, продававшейся на Ташкентском базаре. Но Георгий, обладающий глазом верным и несколько аскетическим, предпочитал и эти, бедные, тем, многоработным, полным болтливого азиатского орнамента. «Пап, а на море?» – просунулся Артем. Вряд ли. Со скрытым раздражением бросил он сыну, отчетливо разбиравшемуся в оттенках отцовской речи. Мальчик понял, что на море они не пойдут. По склонности характера ему бы поканючть, поныть, но по тонкости души, уловившей благодать утренней тишины, он смолчал. Пока вода согревалась на кирогазе, Медея застилала свою постель, складывая подушки и одеяло в сундучок у изножия кровати и бормотала коротенькое утреннее правило из совершенно стершихся молитвенных слов, которые, невзирая на их изношенность, неведомым образом помогали ей в том, о чем она просила. Принять новый день с его трудами, огорчениями, чужими пустыми разговорами и вечерней усталостью, дожить до вечера радостно, ни на кого не гневаясь и не обижаясь. Она с детства знала за собой это неприятное качество, обидчивость, и так давно с ней борясь, не заметила, что уже многие годы ни на кого не обижается. Только одна давняя, многолетняя обида сидела в ней глухой тенью. «Неужели в могилу унесу?» — мимолетно подумала она. Добормотав последнее, она тщательно за многие годы выработанным движением сплела косу, свела ее в узел, обмотала голову черной шелковой шалью, выпростала длинный хвост из-под пучка на шею и вдруг увидела в овальном зеркале, обложенном ракушками, свое лицо. Собственно, каждое утро она повязывала шаль перед зеркалом, но видела только складку материи, щеку, воротник платья. Сегодня же это было как-то связано с приездом Георгия. Она вдруг увидела свое лицо и удивилась ему. С годами оно еще больше удлинилось, вероятно, за счет опавших, съеденных двумя глубокими морщинами щек. Нос был фамильный и с годами не портился, довольно длинный, но нисколько вперед невыдающийся, с тупо подрезанным кончиком и круглыми ноздрями. Ее лицо напоминало красивую лошадиную морду, особенно в те годы, когда вскоре после замужества она неожиданно остригла челку и ненадолго завела себе парикмахерскую прическу взамен вечного узла волос, тяжелого и утомляющего шею. Медея с некоторым удивлением разглядывала свое лицо. Не скользящим боковым взглядом, а внимательно и строго. И поняла внезапно, что оно ей нравится. В отрочестве она много страдала от своей внешности. Рыжие волосы, чрезмерный рост и чрезмерный рот. Она стеснялась больших рук и мужского размера обуви, которые носила. «Красивая старуха из меня образовалась», усмехнулась Медея и покачала головой. Слева от зеркала, среди выводка фотографий из черной прямоугольной рамы, смотрела на нее молодая пара. С низкой челкой женщина и пышноволосый, благородно-левантийского облика, мужчина с чересчур большими для худого лица усами. И снова Медея покачала головой. Чего было так убиваться в юности? Хорошее лицо ей досталось. И рост хороший, и сила, и красота тела. Это Самуил. Дорогой ее муж Самуил ей внушил. Она перевела взгляд на его большой портрет с траурной ленточкой в углу, с последней его фотографией увеличенной. Там он был все еще пышно волос, но две глубокие залысины подняли вверх его невысокий лоб, усы поскромнели и увяли, глаза смотрели мягко, и неопределенная ласковость была в лице. «Все хорошо, все прошло», отогнала от себя Медея тень старой боли и вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. Комната ее для всех приезжающих была священна и без особого приглашения туда не входили. Георгий уже сварил кофе, он делал это точно так же, как Медея и его мать Елена. Наука была общая, турецкая. Маленький медный кофейник стоял в середине стола на невычаченном подносе. Медея, при всей ее педантической аккуратности, не любила это занятие чистить медь. Может быть, от того, что в патине она ей больше нравилась? Медея налила кофе в грубую керамическую чашку, из которой пила уже лет пятнадцать. Чашка была тяжелой и нескладной. Это был подарок племянницы Ники, одна из первых ее керамик, плод недолгого увлечения лепкой. Темная, синие, красная, в потеках запекшиеся глазури, шершавая, слишком декоративная для ежедневного пользования, она почему-то полюбилась Медеи. И Ника по сей день гордилась, что угодила тетке. Делая первый глоток, Медея подумала о Нике. О том, что сегодня она приедет с детьми и с Машей. Маша была ранней внучкой, а Ника поздней дочерью сестры Александры. Разница в годах невелика. Скорее всего, прилетят утренним рейсом. Тогда будут к обеду, сказала Медея, как будто ни к кому не обращаясь. Георгий промолчал, хотя и сам думал, не сходить ли ему на рынок за вином и какой-нибудь весенней радостью вроде зелени или мушмулы. Нет, для мушмулы рано, прикинул он. И через некоторое время спросил тетку, придет ли она к обеду. Так кивнула и в молчании допила кофе. Когда она ушла, Артем попробовал было атаковать отца, но тот велел ему собираться на базар. «Ну вот, то на кладбище, то на базар», проворчал Артем. «Не хочешь, можешь оставаться», миролюбиво предложил ему отец. Но Артем уже сообразил, что и на базар пойти тоже неплохо. Через полчаса они уже шли по дороге. Оба были с рюкзаками, Артем в холщовой панаме, Георгий в брезентовой солдатской, которая придавала ему военно-авантюрный вид. Почти на том же месте, что и накануне, они снова увидели мать с дочерью. Те опять были одеты в одинаковую одежду, но на этот раз женщина, сидя на маленьком складном стульчике, рисовала на каком-то детском мольберте. Заметив их с дороги, Георгий крикнул, не купить ли им чего на базаре, но легкий ветерок отнес его слова в сторону и женщина показала рукой, что не слышит. «Ты сбегай, спроси, не надо ли им чего?» Попросил он сына, и тот побежал вверх по склону, осыпая мелкие камешки. Георгий с удовольствием смотрел вверх. Трава была еще молодая, свежая, на взлобке холма дымился розово-лиловый тамариск, совсем безлиственный. Женщина что-то говорила Артему, потом махнула рукой и сбежала вниз. «Картошки нам купите, два кило, пожалуйста. Мне Таню оставить не с кем, а она туда не дойдет, устанет. И укропа пучок, только у меня с собой денег нет». Она говорила быстро, чуть-чуть пришепетывая, и розовела на глазах. Она поднималась к дочке, стоявшей рядом с мольбертом. Сердце ее мчалось галопом и отдавалось в горле. «Что случилось? Что случилось? Ничего не случилось. Два кило картошки и пучок укропа». Она поднялась на холм и увидела, как все изменилось за те несколько минут, что она спускалась к дороге. Солнце, наконец, пробило блестящую дымку, и тамариски, которые она пыталась нарисовать, уже не поднимались розовым паром, а плотно, как клюквенный мус, лежали на гребне холма. Ушла вся нежная неопределенность пейзажа, а место, на котором она стояла, показалось ей вдруг тем неподвижным центром, вокруг которого и происходит движение миров, звезд, облаков и овечьих отар. Но эта мысль не успокоила ее колотившееся сердце. Оно все неслось куда-то, обгоняя само себя, а взгляд независимо от нее впитывал округу, чтобы ничего не упустить, не забыть ни одной черты этого мира. О, если бы она могла, как в детстве, когда увлекалась ботаникой, сорвать и засушить, как приглянувшийся цветок, это мгновение со всем принадлежащим ему реквизитом. Дочкой возле Мольберта, криво установленного в центре мироздания, цветущий тамариск, дорогу, по которой, не оглядываясь, идут два путника, далекий лоскут моря, складчатая долина с бороздою давно ушедшей реки, и то, что было за ее спиной, и то, что не входило в окоем, позади горбатых, состарившихся на этом месте холмов, столовые горы, аккуратные, с отсеченными вершинами, вытянувшиеся одна за другой, как послушные животные. Автобусная дорога от Симферополя до Медейного дома занимала около пяти часов, к тому же рейс до начала курортного сезона был всего раз в сутки. Но, несмотря на дороговизну, двухчасовая поездка на машине стоила едва ли не дороже авиационного билета от Москвы до Симферополя, Ника и Маша приезжали обычно на такси. Артем, вернувшись с базара, залез на крышу со старым биноклем и не спускал вооруженного глаза с просвета между холмами, где мелькала каждая едущая в поселок машина. Георгий разбирал на кухне покупки. День оказался не базарный, скучный, продавцов мало. Он купил пересушенный сверток сливовой домашней пастилы, грубо приготовленной на горячем железном листе, любимое детское лакомство, зелень и большой пакет чебуреков. Главную радость доставил Георгию хозяйственный магазин, всегда удивлявший курортников неожиданным изобилием. В этот раз Георгий купил модную вещицу, чайник со свистком, две дюжины граненых стаканов и полкило ахналей подковных гвоздей, по которым страдал его новосибирский приятель Тарасов, председатель колхоза. Еще купил редкий по тем временам чешский клей и довольно уродливую клеенку на стол. Все покупки он выложил на стол и любовался их изобилием. Он любил покупать. Ему нравилась вся эта игра в выбор, в торговлю, в добычу. Его жена Зойк сердилась, когда он привозил из каждой своей поездки целую кучу совершенно ненужных вещей, загромождавших и дом, и дачу. Сама она была экономистом, работала в горторге и считала, что покупать надо с толком, с пониманием, а не всякую глупость. Он откупорил бутылку таврического портвейна и пожалел, что мало взял. Впрочем, добра этого было навалом, можно было купить и попозже в поселковом магазинчике. Все разобравши, со стаканом вина и чебуреком в руке, он сел на порог дома и увидел, как с холма спускается художница с дочкой. Черт, картошку забыл, вспомнил он. Да ее и не было. Увидел бы, вспомнил. Но укропа он купил много, и потому, как человек обязательный крикнул Артему, чтобы тот спустился с крыши и отнес бы курортнице укроп. Себя обитатели Медейного дома курортниками никогда не считали, да и местные относились к ним как к своим. Артем нести укроп наотрез отказался. Слишком важной была минута появления машины, и он боялся ее пропустить. И действительно, они еще не кончили препираться из-за укропа, как мелькнула в специально предназначенном для этого просвете желтая Волга. «Едут!» заорал сорвавшимся от счастья голосом Артем, кубарем скатился с крыши и понесся к калитке. А еще через несколько минут машина подкатила к дому, остановилась, одновременно раскрылись все четыре дверцы и выпрыгнуло сразу шесть человек, причем двое совсем маленькие. Пока таксист доставал из багажника чемоданы и картонки, началась родственная свалка с поцелуями и объятиями. Машина еще не успела отъехать, как незаметно подошла Медея с брюхатой сумкой, улыбаясь плотно закрытым ртом и сузив глаза. «Тетя! Солнышко мое, как я соскучилась! Какая ты красавица! И пахнешь шалфеем!» Целовал ее высокая рыжая Ника, а она слегка отбивалась и ворчала. «Глупости! Я пропахла масляной краской! У нас в больничке третий месяц ремонт! Никак не могут закончить!» Тринадцатилетняя Катя, старшая Никина дочь, стояла рядом с Медеей и ждала очереди на целование. Там, где была Ника, она по какому-то неоспоримому праву всегда была первой, и мало кто мог с этим спорить. Ожидала своей очереди и Маша, стрижная под мальчика подросткового сложения, как будто не взрослая женщина, а тощий недоросток на вихлявых ножках. Но лицом красиво, красотой непроявленной, как переводная картинка. Георгий подхватил ее, поцеловал в макушку. «Да ну тебя! С тобой разговаривать не хочу!» отбивалась Маша. «Был в Москве, даже не позвонил!» Машин сын, пятилетний Алик и Никина младшая дочь Лиза тоже обнимались, разыгрывая бурную встречу, хотя они не расставались со вчерашнего вечера, поскольку все ночевали у Ники на Зубовской. Дети были почти ровесники, любили друг друга, можно сказать, с рождения и, забавляя всех, постоянно воспроизводили взрослые взаимоотношения, женское кокетство и ревность и петушиное удальство. Кузинаж данжеро вуазинаж, в который раз говорила Медея, глядя на этих двоюродных. «Я тебя поцелую, как будто мы уже приехали», тянул к себе Алик Лизочку, а она упиралась и все никак не могла придумать условия, при котором она на это согласится и потому тянула. «Нет, ты сначала, сначала ты собачку мне покажи». Двое из присутствующих обменялись сухими кивками, Артем и Катя. Когда-то они, как теперь, Лиза с Аликом тоже страстно любили друг друга, но пару лет назад все разладилось. Катя сильно выросла, обросла кое-где волосами, которые тут же и начала сбривать и обзавелась хоть и маленькой, но вполне настоящей грудью, и между ними пролегла пропасть полового созревания. Артем, в душе глубоко обиженный прошлогодней отставкой, совершенно им не заслуженный, хотя и ждал Катю до изнеможения, из самозащиты отвернулся и задумчиво ковырял носком бледно-коричневую землю. Отчисленная в прошлом году из балетного училища Большого театра за полную неперспективность Катя сохранила все повадки профессиональной балерины, над которыми, втайне гордясь ее чудесной осанкой, постоянно посмеивалась Ника. Подбородок вверх, плечи вниз, грудь вперед, живот назад, а носочки в разные стороны. В этой самой позиции и застыла Катя, давая всем желающим насладиться красотой балетного искусства, которое она все еще продолжала представлять. «Медея, ты посмотри на наших молодых!» тронула Маша Медею за плечо. Алик достал из конуры Медейной суки-нюкты, длиннющей коротконогой, такого же длинного щенка. Лиза уже держала его на руках, и Алик, отодвигая щенка, добирался до Лизины и обещанной щеки. Все засмеялись. Георгий подхватил два чемодана, Артем, отворачиваясь от Кати, взял картонную коробку с продуктами, а Катя, слегка подпрыгивая на бегу как премьерш на поклон, сбежала вниз и встала на освещенный пятачок между домом и кухней и стояла там прекрасная и недостижимая как принцесса, и Артем принимал это с неиспытанной прежде сердечной болью. Он был первым, кого уязвила эта ранняя весна. А Норе опять досталась роль Саглядатая. Танечка уже спала после обеда, ни картошки, ни укропа не принес ей этот красивый человек похожий, теперь она наконец додумалась, вовсе не на римского легионера, а на Одиссея. Но, моя посуду на хозяйственном дворе тети Ады, она видела, как подъехала такси, и высокая рыжая в грубо-малиновом платье женщина обнимает старуху, а множество детей прыгают вокруг, и у нее перехватило дух от неожиданной зависти к людям, которые так радуются друг другу и так празднуют свою встречу. Еще одна машина пришла в поселок двумя часами позже, но на этот раз такси остановилось возле дома Кравчуков. Нора, отодвинув уголок вышитой занавески, видела, как на голос спрашивающий хозяев, выскочила из летней кухни сначала Ада, а за ней и ее муж, утирая черной шоферской рукой блестевший рот. В распахе калитки стоял рослый мужчина с длинными волосами, по-женски схваченными резинкой, в белых в облипочку джинсах и розовой майке. У Ады аж дыхание сперло от нахальства его вида. А приезжий улыбнулся, махнул белым конвертом и прямо от калитки спросил «Кравчуки, от сына вам письмо и привет свежий, вчера с ним виделись». Ада цапнула конверт, и, слова не говоря, Кравчуки скрылись в кухне читать письмо от единственного сына Витька, который третий уже год окончив военное училище жил в Подмосковье и делал, как казалось из поселка, большую карьеру. Приезжий вовсе не заботясь о таксисте, который все стоял за воротами, присел на скамейку. Кравчуки тем временем успели прочитать, что сын посылает им очень нужного человека, чтоб денег с него ни за что не брали, всячески ублажали бы, и что к нему, к этому самому Валерию Бутонову, сам начальник округа в очередь на массаж стоит. Не дочитавши письмо, Кравчуки кинулись к приезжему. «Да вы заходите! Где ж ваши вещи?» И приезжий внес чемодан кожаный со слоеной толстой ручкой в заграничных наклейках. Нора устала держать на весу чугунный утюг, которым гладила Танину юбку, поставила его на подставку. Хозяева кругами бегали около приезжего. Чемодан и на них произвел впечатление. «Наверное, артист или джазист или что-нибудь такое», подумала Нора. Утюг остыл, но ей не хотелось выходить из своего домика, чтобы согреть его на кухне. Она отложила недоглаженную юбку. Спасибо, что вы слушаете меня. Спасибо, за ваши комментарии, из которых уже можно издать отдельную книгу. Спасибо, что делитесь, ставите лайки. Спасибо, за ваши донаты, за вашу поддержку на платформах Бусти и Патреон. Спасибо, что вы со мной. Этот канал для вас и благодаря вам.